Не прошло и месяца после того, как на площади Минина и Пожарского состоялся парад Великой Победы. И вот новый парад. Участвуют в нем полицейские. Кстати, среди них есть и те, кто прошел перед ветеранами 9 мая. Показательный инструктаж на главной площади города проводится впервые. Задействованы все наружные службы. От ДНД до авиации. Особо отличившиеся сотрудники получают грамоты. Когда зачитывается сводка правонарушений, награды приходится отложить. Все старательно записывают данные и ориентировки. Возможно, это 12 уголовных дел. Раскрыто по горячим следам все преступления. Из них тяжких, особо тяжких три. Наверное, ни одно ведомство не ругают так часто, как МВД. Между тем, результат их работы очевиден. Уровень преступности ежегодно снижается. Хоть песню переделывая, их служба даже на первый взгляд заметна. Секрет простой – взаимодействие. Вроде бы не свойственна работа участковых инспекторов, а мы заставляем, чтобы они выявляли водителей в нетрезвом состоянии своих. И в этом году уже участковые выявили больше 600 водителей в нетрезвом состоянии. Кроме слаженности различных подразделений, есть еще одно направление работы полицейских. Очень большое внимание уделяется сегодня профилактике преступлений по всем видам и направлениям. А потом уж так посмотрите настрой. Вот мне понравилось, шли представители ГИБДД. Ну, обычным. Знаете какие. Все подтянуты, животов нет. Вот что значит командир пришел. Через полторы недели у нижегородских полицейских очередной экзамен – День города. На вопрос, сколько сотрудников внутренних органов будет заниматься обеспечением безопасности, начальник регионального главка отвечает – достаточно для того, чтобы нижегородцы спокойно отдохнули, не нарушая закон. Александр Быков, Алексей Колякин. Объективно. ННТВ.